Есть люди, которые имеют определенные навыки, возможности, самое главное желание для того, чтобы пробовать и производить, что-то собирать здесь, то, что будет востребовано там, на той стороне. Цель сегодняшней встречи – обсудить имеющиеся в крае возможности по разработкам рэп, глушителей, беспилотников и дронов, а также сотрудничества в этом направлении. То, что требуется на фронте, знает Кристина Карамышина, причем из первых уст. Все заявки от военнослужащих она проанализировала. Первое – это у нас дроны непосредственно. Ну, конечно, лидируют «Мавики» и «Мавики 3Т». Почему? Потому что очень нужны дроны именно с ночным видением. Второе по количеству заявок у нас идет – это системы рэп и БПЛА-детекторы. Все, что касается рэпов, дронов и всего остального, наш противник достаточно гибкий раз. Во-вторых, очень умный два. У МОВ достаточно и в России. И в Алтайском крае есть те, кто разрабатывает, совершенствует и производит дроны. Сегодня они делились своими разработками. К примеру, такими, как дроны-штурмовики и дроны-камикадзе. Последний оснащен специальным ретранслятором, позволяющим зависать в воздухе на продолжительное время. То, что у нас вообще в принципе в России появился воздушный ретранслятор – это уже что-то новое, который еще и висит в воздухе, который еще и передает сигнал. С помощью него мы как раз-таки два раза успешно в Екатеринбурге рэп пролетели. Будут в общем модули, которые будут по видео именно лететь, определять цель. Будет расставлена приоритетность цели. То есть, как боец, грубо говоря, расставляет приоритет в целях, когда летит и у него связь теряется. Вот такая же приоритетность будет, только тут связь теряться не будет. В Барнауле сейчас не только производят дроны, но и учат ими управлять, в том числе военных, которые будут выполнять боевые задачи. Наша материально-техническая база на данный момент расширяется. 3 сентября этого года у нас будет открытие лаборатории беспилотных авиационных систем, куда мы приобрели оборудование по прототипированию, то есть для того, чтобы можно было делать собственных дронов, также системы сбросов, дополнительные запчасти для дронов. Обсудили присутствующие проблемы, в частности сложности с поставками из Китая, с таможенными вопросами, а также порой с невозможностью проводить испытания дронов. Представители Народного фронта и Минпрома сообщили, что готовы помогать разработчикам и производителям решать все существующие на данный момент проблемы. Ведь только объединив усилия, можно достичь успеха и в выполнении боевых задач. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Татьяна Голубева, День с толком. Татьяна Голубева, День с толком. Татьяна Голубева, День с толком. Продолжение следует...